АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но самый тяжелый язык — это кабардинский. Язык Билана. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приехал в Кабардино-Балкарию. Добрый вечер, дорогие друзья, по-кабардински звучит примерно так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогая, сделай тебе яичницу. Нет, что ты, дорогой, я не хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ Но больше я люблю украинский язык, конечно. Обожаю. Я первые три класса школы учился в Одессе. Ходил в школу обычную, но учил украинский язык как второй язык. Хотя мой отец служил в округе одесском военном. Я как сын военного мог не учить украинский язык. Но родители сказали, тебя учат, учи. Все. Я помню, папа меня научил стихотворению на украинском языке, которое перефраз классики намекало на Сталина. Такое. Примерно так. Я как умру, то поховайте. Не тяните резину, не тягайте с ями в яму, как того грузина. АПЛОДИСМЕНТЫ Обожаю украинский язык. Ну, Кашей Бессмертный на украинском будет чахлыкный вмирущий. Ну, смешно. Русскому уху смешно. Там Медведька слабый. Ведмедик Клишеногий. Прелесть. Прям видишь, этого ведмедика идет за Януковича голосовать. Прелесть. Я с одной женщиной спорил до хрипоты. Наша садичница, она не знает украинского, но она вот была убеждена четко, что название романа «Как закалялась сталь» по-украински звучит «Я к железке дрючилась». АПЛОДИСМЕНТЫ В действительности «Я к гортувалась сталь». «Я к железке дрючалась» и все. Переубедить ее было невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ В этом смысле есть забавный перевод на вот такой наивный украинский язык. Знаменитой партии Ленского из оперы «Евгений Онегин». Вот этих как раз строк. Поду ли я стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она все благо. На этом наивном украинском звучит примерно так. Поду ли я дрочком про перты, Иль мимо прашпынды ретвин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Один знаменитый украинский тенор, Это реальная история, Один знаменитый украинский тенор Исполнял не менее знаменитую украинскую партию «Чему я не сокол, чему не летаю». И он ходил пел «Чему я не сокол, чему не летаю». Пока ему кто-то из преподавателей украинского языка не сделал замечания, Что правильно петь «Сокел». Украинский «Сокел». И он ходил переучивался «Сокел, чему я не сокол, чему не сокол, чему не сокол, чему не сокол». И так допереучивался, что вышел на сцену и спел «Чему я не сикол?». С нашими славянскими языками опасно. Не туда гласную поставишь и все. И уже не про полет, а глаголы и совсем не туда направлены. Когда-то я был в одном краеведческом музее в Киеве. Еще будучи в школе, мы с классом пошли в поход. В этом краеведческом или этнографическом музее сказали, Что украинский занимает второе место в мире по своей мелодичности Среди всех языков после французского. Ну, действительно, они чем-то похожи. Как известно, обычная фраза, что «Кум пас теленка», А «Кума тёрла лён», А украинский звучит просто как по-французски. «Кум теля пасекума лён тре». А я французский люблю. Конечно, все говорят, как французский хорошо звучит. Это те, кто его не изучал. Начинаешь учить все эти льди-зоны. А так, когда уже выучишь, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Широкая река, глубокая река Не доплойте без того бережка Ночи длинные Дарит лунный свет Не доплойте беды И не надо мне Один оборот вокруг своей оси Обратно пункта Кратали мы Ночи длинные Нелюбимые С нелюбимыми Надежда Бабкина вообще никуда не уходит Один раз вы Недавно был несчастный случай Во время гастролей русской песни Два человека пострадали сильно Под хоровод попали Я обожаю Надежду Георгиевну Но она сейчас замечательно выглядит Потрясающе Она вся такая вот на диете Красавица, похудела Сидит на диете, носит с собой все эти сумки С овощами какими-то сырыми В Останкино как-то ее встретил За кулисами Сидим в гримерке вместе Она вдруг с этими котомками Вдруг вытаскивает сельдерей Говорит, хочешь сельдерею? Я говорю, господи, да у меня все нормально с этим? С чем? Я говорю, ну сельдерей Это же для мужской силы Для возбуждения А я не знаю Кто-то я жру и возбуждаюсь Жру и возбуждаюсь Она потрясающий человек Конечно, отдельное удовольствие Когда она выходит с Гором, с Хахелем ей Значит Стоит Евгений Гор Если Надежда в это время не занята песней Надо наблюдать за ее жестикуляцией и мимикой Вот стоит Гор и рядом Бабкина Я тоже за Надю рад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!